Здравствуйте! Меня зовут Хабикира Мамадина Мухамедовна. Я работаю в гимназии номер 16, преподаю русский язык и литературу в 10-х классах. Сегодня я проведу урок литературы по драме Александра Николаевича Островского «Гроза». Тема урока – город Калинов и его обитатели. Цель – дать характеристику городу Калинов, выяснить, как живут здесь люди, углубить представление учащихся об уездном городе Калинов и его обитателях, ответить на вопрос, прав ли добролюбов, называя этот город темным царством. Эпиграф. Я не хочу и не могу верить, чтобы это зло было нормальным состоянием людей. Федор Михайлович Достоевский. С первых страниц произведения обращаем внимание на мастерство островского драматурга. Первое действие проходит летним вечером в общественном саду. Такой выбор места и времени действия дал автору возможность уже с первых явлений познакомить читателя и зрителя с основными героями пьесы, вести в сущность ее конфликта. Где разворачиваются события, произведения? Чем особенно это место? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к монологу Кулигина. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие. В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры, потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды, даровые, еще больше денег наживить. Знаете, что ваш батюшка Савел Прокофьевич городничему отвечал? К городничему мужики пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не расчел, не разочтет. Городничий и стал ему говорить. Послушай, говорит Савел Прокофьевич, рассчитывай ты мужиков хорошенько, каждый день ко мне с жалобой ходят. Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит, стоит ли ваше высокоблагородие нам с вами об таких пустяках разговаривать? Много у меня в год-то народу перебывает. Вы-то поймите, не доплачу я им по какой-нибудь копеечке на человека, а у меня из этого тысячи составляются. Так оно мне и хорошо. Вот так, сударь. А между собой-то, сударь, как живут, торговлю друг другу подрывают, и не столько из корысти, сколько из зависти враждуют друг на друга, залучают в свои высокие тохоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду человеческого на нем нет. А те им за малую благостыню на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. Судятся, судятся, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Водят их, водят, а они и рады этому волочению. Только того им и надобно. Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копеечку. Вот. Вот на самом деле, какие живут в городе Калинов люди. Сам город Калинов – это провинциальный город, собирательный образ многих подобных провинциальных городов России. Город Калинов, придуманный автором, типичный городок. Вид необыкновенный, душа радуется. «Пятьдесят лет я каждый день гляжу на Волгу, все наглядеться не могу», – с восторгом говорит Кулигин, заставляя и нас восхищаться необыкновенным пейзажем. В центре Калинова базарная площадь с торговыми рядами. Неподалеку старая церковь для прихожан. Кажется, что все мирно и спокойно в городе. И люди, наверное, в городе живут мирные, добрые, радушные. Но на самом деле, какие там живут люди, мы с вами узнали из монолога Калинова. Какие характерные стороны жизни отмечены в этом монологе? Жестокие нравы, грубость да бедность нагольная, честным трудом никогда не заработать больше насущного хлеба, старается бедного закабалить, на труды даровые еще больше денег наживать, недоплачу копеечку, торговлю подрывают из зависти, враждуют. Вот именно такие принципы, к сожалению, существовали в этом городе. Выделим слова, которые особенно ярко характеризуют жизнь в семье города Калинов. Бульвар делали, они гуляют, ворота заперты и собаки спущены, чтобы люди не видали, как они своих домочадцев едят, а семью тиранят. Слезы льются за этими запорами, невидимые и неслышимые, за этими замками разврату темного до пьянства. Это, к сожалению, принципы жизни в семьях. Давайте попробуем сделать вывод из сказанного. Какие же законы лежат в основе жизни города Калинов? У кого деньги, у того власть. У кого власть, тот пользуется ею безраздельно. Человека можно унизить, оскорбить, принудить к повиновению, запретить любое проявление живого человеческого чувства, заставить лгать, заставить приспосабливаться. Теперь перейдем к жителям города Калинов. Дикой. Ярким образным выражением проявления грубости и вражды, царящих в Калинове, становится невежественный самодур Савел Прокофьевич Дикой. Ругатель и пронзительный мужик, как характеризуют его жители. Брань, ругань по любому поводу. Это не только привычное общение с людьми, это его натура, его характер, содержание всей его жизни. Каваниха. Другим олицетворением жестоких нравов города Калинова является Марфа Игнатьевна Каванова. Ханжа, как характеризует ее Кулигин. Нищих отделяет, а домашних заела совсем. Кабаниха твердо стоит на страже устоявшихся порядков, заведенных в ее доме. Она не может смириться с тем, что молодым не пришелся по вкусу ее образ жизни, что хочется им жить по-другому. Она не ругается, как дикой. У нее свои методы устрашения. Она въедлива, как ржа железа, точит своих близких. Тихон. Сын Марты Кабановой и муж Катерины. Наделен от природы незлобным, тихим нравом. Есть в нем и доброта, и отзывчивость, и способность к здравому суждению, и стремление вырваться на волю из тисков, в которых он оказался. Но безвольность и робость перевешивают его положительные качества. Он не в силах по-настоящему оценить меру страданий Катерины, не в состоянии проникнуть в ее душевный мир. Только в финале этот слабохарактерный, но внутренний противоречивый человек поднимается до открытого осуждения в тирании матери. Варвара. Веселая, жизнерадостная Варвара, дочь Кабанихи и сестра Тихона. Жизненно полнокровный образ, но от нее веет какой-то духовной примитивностью, начиная с поступков, образа жизни, заканчивая речью. Она приспособилась, научилась хитрить, врать, потому что поняла, что без этого жить в этом мире невозможно. Молодой человек порядочного образования, единственный, кто не принадлежит к калиновскому миру по рождению. Это духовно мягкий и деликатный, простой и скромный человек. К тому же своей образованностью, манерами, речью он отличается от жителей Калинова. Он не понимает местных обычаев, но не способен защитить себя от оскорблений Дикова. Катерина. Это главная героиня пьесы. Катерина – натура глубоко поэтическая, исполненная высокого лиризма, устремлена в будущее. Катерина воспитана не только в узком мире купеческой семьи, она рождена не только патриархальным миром, а всем миром национальной народной жизни. Катерина воплощает дух этого мира, его мечту, его порыв. Только она одна оказалась способной выразить свой протест, доказав, пусть и ценой собственной жизни, что близится конец темного царства. Кулигин. Кулигин – местный механик, самоучка, который в пьесе выступает обличителем пороков, сочувствует бедным, озабочен тем, чтобы улучшить жизнь людей, получив награду за открытие вечного двигателя. Он противник суеверий, поборник знаний, науки, творчества, просвещения – одно из своих, однако своих собственных знаний у него недостаточно. Феклуша. Особая роль в темном царстве принадлежит таким, как невежественная, лживая и наглая странница-попрошайка – Феклуша. Она странствует по городам и весям, собирая нелепые росказни и фантастические истории. Создается впечатление, что она нарочно привирает услышанное, что ей доставляет удовольствие распространять все эти нелепые сплетни и слухи. Благодаря этому ее охотно принимают в домах Калинова и подобных ему городов. С кем же… Кто же такая Феклуша? С каким героем можно ее противопоставить? А вот с каким героем. Кулигин и Феклуша не вступают в открытую борьбу, но изображены в пьесе как антиподы. Если Кулигин несет в общество культуру, то Феклуша – тьму невежества. Ее нелепые рассказы создают у калиновцев искаженные представления о мире, вселяют в их души страх. Чем же отличается от жителей города Кулигин? Образованный человек, механик-самоучка, его фамилия напоминает фамилию русского изобретателя Кулибина. Герой тонко чувствует красоту природы и эстетически стоит выше других персонажей. Поет песни, цитирует Ломоносова. Кулигин ратует за улучшение города, пытается уговорить дикого дать деньги на солнечные часы, на громоотвод, пытается влиять на жителей, просветить их, объясняя, что гроза – это обычное природное явление. Таким образом, Кулигин олицетворяет лучшую часть жителей города, но он одинок в своих стремлениях, поэтому его считают чудаком. В образе героя воплощен вечный мотив «Горе от ума». Давайте попробуем ответить на вопрос, ребята. Что дало основание Добролюбову назвать этот мир темным царством? И как мы понимаем это выражение? Беззаконие и безобразие творятся в Калинове. Грубостью и жестокостью отличаются хозяева города. Они издеваются над своими домочадцами. Это настоящие самодуры. Они невежественны. Сведения они от жизни получают от малограмотных страниц. Создается впечатление, что обитатели города оторваны от всего мира. Одни влавствуют, тиранят, другие терпят. Давайте попробуем разделить жителей города на две группы. Первая группа – это жертвы города Калинов. Кулигин, Варвара, Тихон, Кабанов, Борис, Ваня Кудряш, Катерина. Эти герои, угнетенные и бесправные, ощущают на себе власть и грубую силу темного царства. Вторая группа – тираны города. Это Кабаниха, Дикой, Феклуша. Они олицетворяют гнетущую власть враги всего живого и нового. А как же раскрываются характеры Дикого и Кабанихи в их речевых характеристиках? Дикой. Что же о нем говорят? Ругатель, как с цепи сорвался. Он сам как говорит. Дармоед, проклятый, провались ты, глупый человек. Пади ты прочь. Что я тебе, ровный что ли? С рылом-то и лезет разговаривать. Разбойник, аспит, дурак. Вывод. Дикой ругатель, грубиян, самодур чувствует свою власть над людьми. Кабаниха. Что говорят о ней? Все под видом благочестия. Ханжа. Нищих отделяет, а домашних заела совсем. Бронится. Точит, как ржа, железо. А сама она как говорит. Вижу, что вам воли хочется. Тебя не станет бояться, меня и подавно. Хочешь своей волей жить, дурак? Приказывай жене, сказала. Приказывай. Должен исполнять, что мать говорит. Куда воля-то ведет? Вывод какой делаем? Кабаниха-ханжа не терпит воли и неподчинения. Действует страхом. Ребята, а как же относятся жители города к дикому? Во время разговора Дикова и Кулигина толпа явно сочувствует дикому. Зло и тупо смеется над Кулигиным. И самодурство таких людей, как Дикой, основано на власти, денег, материальной зависимости и традиционной покорности калиновцев. Основой семьи Кабаниха вводят домостроевские, освященные стариной законы жизни. Героиня искренне убеждена, что если не соблюдать законов, никакого порядка не будет. Как относятся к Кабанихе и ее поучениям члены семьи? Зависимые от Кабанихи домочадцы по-разному относятся к ее поучениям. Тихон, сын, думает лишь о том, чтобы угодить матери, стремится убедить ее в своем послушании. Варвара не терпит, не перечит матери, но про себя иронизирует над ней, осуждает ее. Варвара убеждена, что без притворства здесь не проживешь. И только Катерина открыто заявляет о своем человеческом достоинстве. Давайте попробуем разобрать, как относятся между собой Дикой и Кабаниха. Дикой на самом деле побаивается Кабаниху. Кабаниха страшнее Дикого, так как ее поведение лицемерно. Дикой ругатель, самодур, но все его действия открыты. Кабаниха, прикрываясь религией и заботой о других, подавляет волю. Она больше всего боится, что кто-то станет жить по своей воле. А что же выбирают герои произведения? Умение обманывать, подстраиваться, скрывая свои истинные поступки и их мотивы. Возможность безнаказанно демонстрировать свое самодурство или желание жить открыто, не боясь, не унижаясь, в согласии со своей совестью. Что же они выбирают на самом деле? Талантливый Кулигин считается чудаком и говорит, ничего делать, надо покориться. Добрый, но безвольный Тихон пьет беспробудно и мечтает вырваться из дома. А с этакой неволей от какой хочешь красавицы жены убежишь, говорит он. Полностью подчинен воле матери. Варвара приспособилась к этому миру и стала обманывать. Я раньше не была обманщицей, да выучилась, когда нужно стало, говорит она. Образованный Борис вынужден приспосабливаться к самодурству Дикова, чтобы получить наследство. Так ломает темное царство неплохих людей, заставляя их терпеть и молчать. Попробуем сделать вывод из всего, что сказано сегодня. В любом уголке нашей страны может разместиться город Калинов. И это позволяет рассматривать действия пьесы в масштабах всей страны. Везде доживают свой век самодуры, слабые люди по-прежнему страдают от их выходок, но жизнь неутомимо движется вперед. Никому не дано остановить ее стремление. Свежий и сильный поток сметет плотину самодурства, освобожденные от гнева характеры разольются во всей ее широте, и в темном царстве вспыхнет солнце. Давайте попробуем распределить героев произведения на группы. Темное царство Кабаниха, Дикой, Феклуша. Дикой они олицетворяют гнетущую власть враги всего живого и нового. Жертвы этого темного царства это Кулигин, Варвара, Тихон Кабанов, Борис, Ваня Кудряш, Катерина. Эти люди угнетенные и бесправные, ощущают на себе власть и грубую силу темного царства. Как характеризуются характеры Дикого и Кабанихи в их речевых характеристиках? Обратите, пожалуйста, внимание свое на эту таблицу. Дикой он ругатель, грубиян, как с цепи сорвался, как он сам разговаривает. Вот. Дармоед, проклятый, провалистый, глупый человек, поди ты прочь, что я тебе, ровный, что ли, с рылом-то и лезет разговаривать, разбойник, аспит, дурак. Какой вывод мы делаем теперь по его речевой характеристике? Дикой ругатель, грубиян, самодур чувствует всю свою власть над людьми. Кабаниха что говорят о ней? Все под видом благочестия. Ханжа нищих отделяет, а домашних заела совсем. Бронится что? Вам воли хочется? тебя не станет бояться меня и подавно. Дурак ты, приказывай жене, говорю тебе, приказывай. Должен исполнять все, что говорит мать. Куда воля твоя ведет? Так говорит кабаниха. Делаем вывод. Кабаниха ханжа не терпит воли и неподчинение действует страхом. А жертвами города Калинов являются Кулигин, Тихон Кабанов, Борис, Варвара, Катерина. Горожане во время разговора Дикова и Кулигина явно сочувствуют Дикому, а не Кулигину, потому что они считают, что Кулигин глупый человек, они смеются над ним. Ребята, на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Давайте перейдем к домашнему заданию. Дайте характеристику главной героине Катерине. Как вы будете готовить домашнее задание? Примерный план ответа. Детство Катерины, ее жизнь в девичестве, как она сама говорит о своем нынешнем и тогдашнем состоянии, настроении, отношении Катерины к Кабанихе, отношении Катерины к Тихону и к своей страсти к Борису. составьте пожалуйста таблицу по образу Катерины по этому плану. На этом наш урок завершился. До свидания, ребята, не болейте. С вами была учительница русского языка и литературы Мадина Мухамедовна. 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 Мухамедовна.